итак всем привет очередной обзор у нас будет опять у нас нашим значит головинском было значит ломесовцев очередная ответка что он записал это ролик опять такой нудный такой длинный зараза так не тяжело я уже и на перемотке вроде перематываю вообще троллить его не очень приятно наверное я прекращу и так еще по инерции чуть-чуть подрочу его все-таки когда вот там кому-то допустим из более достойных я троллил там мишку кляеву я какое-то удовольствие получал мне нравилось на ошибках его там ловить на каких-то на несуразностях на каких-то а тут полный бред какой-то человек несет это такую чушь просто больной я уже говорил ну все равно вот вроде бы много очень резонанс такое много пишут мне вот ты не прав ты там оскорбляешь там человек это копался там все ну вот если он такое дерьмо ну просто как мне хочется вот его поиздеваться над ним ну я не буду он тут этот ролик вам пересказывать или цитировать там там ведет нытье про травмы он там плачется ноется почему там плохо выступил где-то там это у сарычева тут же спасибо дочери гормон роста пропихнул их тут же извинился что это не реклама почему он извинился у нас до этого уже с ним был спор в личке когда он не пытался убедить что он не барыжет химоза и никакого отношения имеет гормоны как бы совсем не совсем но и химоза но тем не менее он то его рекламирует а он значит меня убеждал что то что он говорит что гормон очень хороший что дочек он такой молодец парень там этот иванов или там как вот он мне меня снабжает ну очень близнула того там и вот он человек спорит со мной что это не реклама он же говорит я же не я же не даю адрес где продают и не говорю стоимость я пытался даже апеллировать я говорю ну вот кира найтли там бегает или кто там натали портман бегает там с коко шанель с флакончиком размахивает им это не реклама нет она же не говорит сколько этот флакончик стоит она я думаю даже и не знает ну в общем я сначала как-то пытался аргументированно ответить а потом понял что человек в общем-то глупый я уже говорил вот он глупый ему 28 лет а он какие-то несуразности абсолютно говорит ну в общем поболезнул он там от его дочь его рассказал как он героически там кмсом стал по арм рестлингу что-то так много так по этому поводу рассказывал про сатанизм спросили считают с чего решили фиг его знает он сам всем говорил что он сатанист а когда его человека спрашивают ты сатанист он что-то про религию начинает нести какую-то а вот вы делаете вывода куда побрел куда-то я на перемотке я особо не углублялся ну в общем вот я выдернул немножко вопросов чтобы показать что все-таки это за существо что она из себя представляет вот послушайте вам до говорить в последнее время произошло много событий которых можно вести обсуждение и мне кажется что это обсуждение лучше вести виде вопросов вопросов которые мне задавались на который я давал ответы но сейчас чтобы это все было понятно и так наглядно я думаю лучше дать ответ отвечу значит вопрос номер четыре очень интересный слышал в интернете что у тебя димон есть отряд троллей и вы специально засираете в пабликах спортсменов зачем тебе это диман значит касаемо отряда троллей ну значит случается в интернете мне слышат нападки свой адрес говорят что я плещавый идиот говорят что я дебил вот иногда встречается критика разумная это все нормально и мне даже интересно надо пройтись по этим людям написать статью сказать о том что в чем-то они неправы но но получила распространение еще одно в интернете особенно в пабликах контакта интересное явление люди приходят и говорят лмс ники сектанты лмс ники тупые попугаи последователи головинского ну последователи конечно громкое слово скажем ну люди которые слушают его прислушиваются читают его блог последователи головинского идиоты дебилы вот тут конечно задевает за живое понимаете почему потому что когда человек пишет что головинский долбоеб и так отряд троллей человек значит расстроился что его назвали долбоебом вот сначала послушайте то есть вот это с предыдущего муж кто пропустил кем его считать то вообще ну что полей я передам тебе это послание через моего человека это будет не мое послание тебе а послание от лица лмс штурм знаешь Андрей в чем разница между мною и тобой разница между мной и тобой то что за мной идут люди ну как вы согласитесь что нормально нормальным человеком ему тяжело считать все таки на самом деле что то с головой я даже не говорю о мании величия но вот все таки что он говорит абсолютно нормально вы послушайте нормальный человек в наше время я не знаю может мы там уже все равно все в одной стране родились но это понятно что потом мы оказались там в разных странах кто-то в россии кто-то в украине но мы же ссср родились ну чё мужики перевелись что ли почему сейчас абсолютно нормой считается когда вот такой дебил я причем сейчас не про него как бы говорю но он же говорит о том что у него там 50 человек таких же идиотов которые там мы никому не позволим оскорблять ламы с поэтому мы героически сейчас начнем создавать фейки и начнем вас нахер посылать под анонимными именами это сидит мужик в косухе который там считает себя сатанистом каким-то я не знаю чудом про себя рассказывает вот брутальный весь мужик и в открытую рассказывать да мы вот такие дрочеры анонимные мы вот здесь троллим всех мы здесь жизнь отравляем и вас мы вас было всех порвем но я что-то не понимаю ну он где родился то вообще ну квартальные пацаны разве как-то по-другому сейчас смотрят на эти вещи я уже сам опускаюсь как бы до этого уровня но я просто не понимаю молодежь но ему 28 лет этому придурку ну где воспитывался вообще он считает это нормой ну послушайте что ты было принято решение создать скрытую группу из неравнодушных людей вопреки мнению что этой группой вот я осуществляю про мой руководство что я направляю там их в виду прям тоталитарную секту действительно сделали какую-то вопреки этому мнению эта группа есть свое руководство есть свой лидер есть куратор курирующий орган есть люди которые просто их там около времени 50 человека вот на текущий момент там ну в общем то я вот просто могу только присоединиться к тем что называли его тем людям которые называли долбоеб долбоеб и есть я извиняюсь за сленг тут по-другому не получается а теперь послушайте что этот пассажир значит рассказывает обо мне якобы о моем значит посту якобы я задал ему вопрос я ему что-то там написал и посреди на этого хренового актера когда он там он у нас действительно была переписка и он знает конечно где писал он а где он фейк он создал фейк с этого фейка задает вопросы но тех вы послушаете вы сами поймете что я конечно такой гадость не буду писать про то что ему в жопу хотел там это там трахнуть я так понимаю наверно он все таки скрытый гей и в любви мне признается потому что он реально мне постоянно во всех мы личках я могу личку вам показать он везде там с уважением ко мне относится пишет ко мне очень уважительно один раз нагрубил я ему что-то такое ответил но естественно не то что вот это то что он сейчас вопрос который он задает а который я якобы задаю это он сам с фейка задал сам себе и теперь на него отвечает и я сейчас обращаюсь не головинскому и не к этим идиотам которые там лмс себя называют но есть же очень много реально там людей которые обращаются к ним которые сочувствуют ему задайте вопрос пусть он вам скинет переписку вот эту не скрин который они там хреначат фото жабы делают пусть он вот этот вот этот вопрос пусть он вам скинет человек сам себе от моих имени задает вопрос и сам отвечает на него у меня честно говоря нет слов вот послушайте вопрос номер 6 ты и твои шавки из лмс пишут ли оскорбили меня и я настроен распространить свою сферу влияния на незалежную но это понимаю украину будь готов что тебе поломают ноги прострелят колено и извиняюсь выебут в жопу это мне пишут я не в одной тюрьме уже побывал у меня два ранения много знакомых которые с радостью сделают это готовься давно у вас пидорасов хохлов нужно пора на место поставить нужно пора на место поставить и ты будешь первым вот такое вот сообщение пишет нам пишет нам андрей поле ну вот такая хреновая игра актеров при этом он тут же сыграл еще на публику потянул хохлов я как будто я тут вот украинца вас хохлов на место поставить ну то есть такие как я не знаю даже как это комментировать какой-то бред какой-то не знаю ну наверно вообще не надо реагировать на это на все ну я как бы троллингом уже занимаюсь поэтому ну я его стебаю ну вот честно говоря вот я повторюсь неприятно когда вот с этим персонажем мне хочется пойти руки помыть и даже когда ролик просматриваю я уже стараюсь быстрее на паузе просмотреть потому что мало того что человек глупый мало того что он надутый еще при этом лицемерие отвратительно я вы почитайте то что он мне пишет последнее что он мне писал это он мне предлагал обсудить во ты критикуешь не так ты неправильно меня критикуешь ты поверхностно ты не углубляешься чего там углуб Go я прочитал программу вам прочитал здесь экипировочную программу кто у меня спрашивал я их всем скинут и еще могу скинуть ну абсолютный полный бред при этом он мне пишут вот посмотри этот ролик сбрасывает мне роли, где он со своим учеником, это якобы у него ученик, этому 28 лет, тому гуру 26 лет. Тот 2 или 3 года в пауэрлифтинге. Вот я, когда на него смотрю, я не знаю его, этого Сергея Мухова, честно. Я ничего против него не имею. Но я, когда на него смотрю, я вижу фитнес-инструктора. Вот который получил двухнедельные корочки, получил какие-то. И при этом он напичкан какими-то поверхностными знаниями. И при этом у него очень подвешен язык. Он, вот как я вам говорил, это коммерческий человек, он может все продавать. Он продаст вам хоть что, он любое говно завяжет в бантик красную, красивую упаковочку сделает и толкнет вам. И вы пойдете счастливые, довольные и будете радоваться жизни. Но при этом у людей знаний никаких нет. Что у него, что у любого экипировочника спросите, любой вам скажет. Я сейчас не про РАП говорю, про экипировочника, который мне ближе. Он пишет чушь абсолютную. И обсуждают они чушь. И он предлагает, чтобы я, Дмитрий Головинский, мне предлагает, ты возьми вот в этот ролик, вставь туда свои вставки сделай и критикуй, пожалуйста. Чего должен критиковать? Один сидит, гуру, и постоянно спрашивает у своего, якобы, ученика, спрашивает, а вот как ты считаешь, экипировка вот для этого и до этого для чего сделана? Или вот это, вот это с брусков, это для чего? А тот говорит, я думаю, что один ни хрена не знает и в открытую спрашивает у ученика, у своего, что это и это обозначает. Что другой, как бы вообще, ну на такой, на первой ступенечке развития только еще, экипировочного. И он сидит, философствует, но язык подвешен. Я согласен, умный мальчик, молодец, такой же, как Дмитрий Головинский. Может, заболтай кого хочешь, насмерть заболтает. Но, как бы, почему-то все-то его заплевывают, экипировочники. Вы пообщайтесь, вот поговорите с теми, кто разбирается более-менее элитом. Ну не понимает человек ничего в экипировке. Не может он ничего. При этом, вот, а вообще я отвлекся, я к чему? Вот он мне в любви признается, в личке, везде, в уважении, все нормально. И обижается, когда я его называю дебилом или идиотом здесь. Почему я его называю? Потому что он с анонимных, значит, этих, или его шавки он там фас кому-то сказал, или он сам написал, от меня же, с моего, или там с Донахера, или с Андрея Поляя, с того же. Пишет такие гадости, просто гадости какие-то, безмозглые, абсолютно, ну какие-то там, ну, такое, знаешь, как придурки, сам дурак. Вот я нереально назвал попугайчиками. Они попугайчики. Ну, мозгов у них вообще нет. И после этого, вот он сидит, и вот сейчас вот он врет, ну, нагло, просто нагло врет. Возьмите и попросите его. Пусть скинет переписку того, что я задавал вот этот вопрос, что я его куда-то там трахать собрался. Да он латынный гей, скорее всего, и, наверное, фантазии свои тут озвучивает. У меня такое впечатление, тем более, что в личке он ведет себя совершенно по-другому. Ну, в общем, вот так вот. И, кстати, вот вам напоследок еще эти мои фейки, чтобы вы не думали, что я пришел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok